Ну, просто ты подходишь к машине и хочется блевать. Что-то вот такое происходит. Страшно. Лопух и прикладывание подорожника уже не помогут вашему автохламу. От хлопот нужно избавляться, а, соответственно, и от автомобиля. Продали его. Если прошлая бывшая была не алло, это не обозначает, что следующая будет такая же. Катайте машину и поймите, насколько вы ее ушатали. Продайте ее. Просто эту машину, просто продайте. Все привет, друзья. С вами снова Артур Васильев. И вы снова на канале Carcoin. И сегодня я вам расскажу, когда стоит же все-таки продать вашу машину. Друзья, Артур, ты рассказываешь, как покупать машину, но ты не рассказываешь, когда же вот тот самый момент, когда стоит продать тачку. И когда лопух и прикладывание подорожника уже не помогут вашему автохламу или же вашему автомобилю. И уже пора просто избавиться от этой машины. Как принять решение? На основе каких выводов и на основе каких данных нужно принять решение? Пора избавляться от своей машины и пересаживаться на новую. Или вообще не пересаживаться. Если у вас, ну хотя нет, знаете как, это как с бывшей. То есть если прошлая бывшая была не алло, это не обозначает, что следующая будет такая же. Это видео, оно будет немножко противоречить правилам и философии Carpoint о классных тачках. Но давайте так, если вы купили машину и она превратилась в хлам, то кто кроме нас вам посоветует, когда же ее поменять? Погнали. Основной параметр или критерий, когда нужно менять автомобиль, мы говорим про позитивное. Это когда у вас есть ловешка и вы поняли, что ваш старый автомобиль больше вас не радует и не удовлетворяется. Например, в этом случае хозяйка отдала мне машину с техпаспортом и сказала, Артур Брис, сделай что-то, я хочу новую машину, на этой ездить больше не могу. Я заработала денег. Это вариант номер один. Тут вам мои советы не нужны, если у вас есть капуста и у вас есть старый подержанный автомобиль, неважно в каком он состоянии, пересаживайтесь на новую тачку. Второй совет. Это когда у вас не так много денег, но что-то вас не устраивает в машине. На моем личном примере расскажу, что это может быть. Это конченое сидение в машине, неудобная посадка, отсутствие маневренности, нечувствование габаритов и вы понимаете, что машина больше вас не радует и для вас вводить это напряжение. Это знак менять машину. Почему я рекомендую не задумываться, а однозначно менять машину, если у вас сидение неудобное, посадка неправильная или у вас какой-то дискомфорт в спине уже начался и вы его ощущаете, сразу меняйте. Потому что спину восстановить не факт, что вы сможете. Машину поменять проще, чем потом поменять спину. Если вы еще не подписались, не забудьте подписаться. Вы уже заметили, что на канале различные изменения и мы стараемся максимально классно вам давать контент абсолютно разный. Итак, идем в более сложную тему, простыми словами, в более негативную тему. У вас есть старый корч. Как понять, что старый корч? Подошел к машине и хочется блевать. Сидение разорванный, руль в вафлях, извините за выражение. Двери болтаются, ни одной целой детали в вашей машине, потому что вы же знаете, что вы делали с машиной. Садитесь вы такой за руль, утречком завелись, а у вас, короче, загорелся щиток прибора. Подушки безопасности начали моргать, чек-энжин, машина троит. Не дай бог выключили кондиционер. Что-то с машиной непонятное. Страшно. Что-то вот такое происходит. Извините, пожалуйста. Вы знаете, что вам пора на СТО. Если с машиной что-то случается, вам сразу нужно ехать на диагностический центр, произвести полную дефектовку состояния автомобиля и задать один главный вопрос. Сколько денег мне нужно вложить в следующий год? Нормальный диагностический центр вам должен сказать с погрешностью плюс-минус там 300-500 долларов стоимость обслуживания вашего старого автомобиля, которым вы владеете. Вам говорят, что вложить в эту машину нужно полторы. Вы такие заходите на сайт, открываете интернет, и там такая машина в идеальном состоянии, не такая, как у вас. Там она стоит где-то за 6500-7500. В хэтчбеке она чуть-чуть дороже, в седании чуть-чуть дешевле. И вы понимаете, что вложить в свою машину, чтобы она была 6500, это надо полторы. То есть ваша машина сколько стоит? Пять. Как я думаю, и как я вам советую думать? Я вложу полторы. Будет ли моя машина новее? Или же это будет все равно еще моя старая машина? Но мы говорим про машину в 6500. Если мы говорим про автомобиль, например, рейндж-ровер. Рейндж-ровер, какой-то супер-чардж, 2013 год, какую-нибудь автобиографию. И вы понимаете, заехали на сервис, и вам говорят, 8 рублей ремонт. А вы такие, да ладно, я каждый год 6 тысяч вкладываю. Поэтому 8 это типа пофиг вообще. То есть для вас разницу вы не ощутили. Типа на 2000 дороже буду дальше на своем любимчике ездить. А если, например, вам насчитали 12, и вы такие думаете так. Это же неплохой электромобильчик для жены, на котором я буду тоже, кстати, ездить. И приняли решение продавать машину. Поэтому в любом случае совет номер 3. Всегда едите на диагностический центр и соизмеряете смысл вложения денег в свой старый автомобиль. Если же вы понимаете, что смысла нет, тогда продали его. Если, не дай бог, что произошло с газовым оборудованием, и у вас начал строить мотор, скорее всего, подозрение на прогар клапана, тоже меняем, продаем машину, сливаем. Коррозия. Если машина начала гнить, появились жучки, червячки, коррозия, пчелы, осы, его гоники, то это тоже признак поменять. Если машина дымит, и если это не просто замена свечей и рисунок, то лучше менять. Хотя, если мы говорим, например, про Мерседесы, BMW, про багов и все остальное, и даже Toyota D4D, и если у вас она начала кидать черный дымок, избавляетесь от этой машины. Не лезьте туда вообще, я вам серьезно говорю. Вы можете залезть туда с надеждой на 200 долларов, а вылезти оттуда в печали на полторы тысячи долларов, в лучшем случае. Вдобавок скажу для полных чайников. Есть такие компании, называются Carcoin. Они делают аналитику и представят вам заключение. Нужно вам на этой машине, или можно ездить на этой машине, или же надо избавляться от нее срочно. Четвертый пункт, негативный. Когда точно нужно избавляться от вашего старого автомобиля. Если вы знаете, что она начала жрать масло, что у нее начала пинаться коробка после замены, что у нее начали гудеть карданы, шмарданы и все остальное. И если у вас есть сумма для того, чтобы пересесть на аналогичный автомобиль. У вас была Тида вот такая. Вы ее продали условно, за 5 тысяч мы ее продали. Добавляем тысячу, а не полторы. Или же можно, грубо говоря, полторы с услугами Carpoint. Вы получаете идеальную машину, такую же Тиду, только с маленьким нормальным пробегом. И не битую, и не крашеную. И вы ездите, если вам так Тида нравится, на нормальной Тиде, а не на корче. Наш Александр, автоэксперт, вам передал, что автомобиль, он должен вам помогать жить. Если автомобиль начинает доставлять вам какие-либо хлопоты, то от хлопот нужно избавляться, а соответственно и от автомобиля. Немаловажным эмоциональным фактором является, что когда ты подошел к машине, например, встать себе меня и вот эту Тиду. Я подхожу, и мне надо ехать на работу. Блять, что опять она. И у меня нет настроения вообще ни о чем. Это тогда тоже очень важный знак, что вам пора менять машину. Машина должна доставлять радость и, конечно же, пользу. Еще один важный момент от нашего автоэксперта, это в случае, если машина потеряла свой функционал, свое функциональное предназначение. Ну, например, вы любитель Мерседеса ГЛК, у вас рождается ребенок, и вы перестаете ездить по европейским трассам. И вам вполне может сойти РАВ-4, который менее скоростной, менее комфортный, но он больше размера. По городу его вполне хватает на все, но зато там коляска стоя становится, ее складывать даже не надо. Может быть, вам подойдет какой-то универсал, вообще какой-то седан, например. Потому что вы больше в поле не ездите, зерном не занимаетесь. И вам не нужен Хайлюкс, например, или там Навара с L200. Если вы перестали чем-то заниматься, то не нужно продолжать ездить на старом поджаре трехлитровом на Гайзе. Можно пересесть на какую-то более комфортную машину и позаботиться о своей спине, о своем настроении и о легкости. Пошатайте машину и поймите, насколько вы ее ушатали. Пошатали и поняли, вот теперь я точно ее ушатал и пора продавать. А, блин, ребята, пожалуйста, не врите только при продаже. Нам вы не наврете и не соврете и ничего не скроете. Но, когда вы продаете автохлам, давайте так, оно в жизни вам вернется. Либо продайте перекупом, ну, типа, подешевле машину и пусть они на себя берут это все. То есть, они там будут приводить чувства. Но, если мы говорим про продажу с каких-то сайтов на нормальных людей, блин, ну, не берите грех на досу. Ну, реально. Потому что, ну, если машина хлам, она должна стоить как хлам. Все тоже спрашивают одно и то же. Артур, как продать машину? Продайте ее. Просто эту машину просто продайте. Как ее выгоднее продать? Ну, во-первых, смотрите мое видео, где-то вот тут будет переход на него. И подъехав на диагностический центр, вы просто-напросто задаете вопрос, сколько денег мне нужно вложить, чтобы эта машина была нормальная. Нормальная это хорошая, да, вот как, если бы вы доложили бы ту же самую стоимость и получили такую только хорошую машину, полностью исправную. А вам говорит человек, что у вас машина битая, окрашенная, перевернутая, две ременины, крыша перерезанная и вообще машина троит. И, короче, и вы понимаете, что восстанавливать просто бесполезно. Объясню почему. Лайфхак. Вы можете подумать, что восстановить эту машину стоит 500 долларов, но когда вы туда залезете, этот ремонт вам может обойтись в 2000 долларов. Вы думали, типа, вот сейчас я вот сэкономлю, заработаю, я вложу 500 баксов, я самый умный. И что я сделаю? Я выставлю сам на сайте без перекупов, перекупы плохие. И что я заработаю? Я продам ее за 7,5 в идеальном состоянии. Вы залазите в ремонт на тысячи-полторы, а потом вы машину продать вообще не можете, потому что она изначально была в таком состоянии, что люди приходят и понимают, блин, дружище, что это у тебя с тачкой вообще было? И какого хера ты просишь столько денег за машину? И тебе говорят, пока. Привыкли уже к своей старой машине, для вас она нормальная машина. А покупатель, он не хочет вашу старую машину покупать, он хочет себе новую купить машину. И это явно не плохое состояние вашей машины. То есть для него эта машина, когда он подойдет, будет ее смотреть, он будет придираться к ней. И он будет искать машину, которая приближалась бы к состоянию новой машины, даже если эта машина стоит 3,5 тысячи долларов. Психология людей, ребят, да-да. Соответственно, вы не продадите за эти деньги. Поэтому, чтобы принять правильное решение о том, как, куда и за какую цену продавать машину, вам нужен диагностический центр или консультация автоэксперта. А если вы сами углубитесь и посмотрите мой канал, где указано, как оценить свой автомобиль, как продать свой автомобиль, посмотрите большой мастер-класс в описании к видео, подпишитесь на канал и не забудете поставить колокольчик, чтобы смотреть все новые видео. Тогда, следуя моим советам, вы сможете самостоятельно и оценить, и продать максимально выгодно свою машину. Но максимально выгодно, это не значит, что по максимальной рыночной цене, а максимально выгодно в соответствии с состоянием того автомобиля, которым вы владеете. Ну что, ребят, всем пока, а я поехал продам машину перекупу. Субтитры сделал DimaTorzok